МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Бегущие от войны. В Чувашию прибыли более 70 вынужденных переселенцев из Украины. Форум агроинноваций. В Оренбургской области завершился Приволжский день поля. По горам, по долам в Чувашии завершился чемпионат России по маутинбайку. В Чувашию прибыли два автобуса с украинскими гражданами, спасающимися от войны. Об этом с утра сообщила на еженедельном совещании у главы республики министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. В Чувашии несколько предприятий заявили о готовности трудоустроить беженцев из Украины. Всего в специальном банке вакансий более полутора тысяч рабочих мест с зарплатой от 8 до 28 тысяч рублей. Причем более чем в половине случаев переселенцам готовы предоставить и жилье. Однако тем, кто приехал к нам этой ночью, пока не до поисков работы. Их на сегодняшний день 71 человек, в основном это женщины и дети, всего лишь четверо мужчин взрослых, остальные 35 детей, причем дети в основном возраста до 10 лет, самому младшему 5 месяцев. Сейчас они пока еще спят, буквально наши сотрудники уже работают на базе размещения. Предполагаем, что в ближайшее время будет решен вопрос по расселению их в семьях, потому что это в основном женщины с детьми. Предоставить кровь беженцам с юго-востока Украины готовы 64 семьи, большинство из них в Чебоксарах. Глава Чувашии поручил тщательно контролировать процессы размещения, а также позаботиться об обучении юных переселенцев. Сентябрь, в общем-то, не за горами и пока неизвестно, как все сложится. Во всяком случае, об их возвращении на родину говорить пока рано. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Министр здравоохранения и социальной защиты встретилась с переселенцами уже в полдень. Все они чувствуют себя неплохо, однако надо иметь в виду, что люди до сих пор пребывают в сильном стрессе. Алла Самойлова заверила, что кроме психологической, беженцам гарантирована любая медицинская помощь. Что еще необходимо, выясняли тут же. Здесь есть люди, наш центр связи, где наши, то есть вот вопрос уже задают, где, что, если симки, наши российские симки, созвониться со своими родными там, кто остались там. Вот симки пришли. Вот симки пришли. То есть центр здесь. Все 70 человек приехали в Чувашию из лагеря временного пребывания в Ростовской области. Родных, оставшихся на Украине, не видели давно. Стоит ли говорить, как переживают и волнуются. Жена осталась, она медработник. Она тоже в оболчении. Ей пришлось остаться, а мне пришлось уехать. Кому-то надо было выбирать. В госпитале сказали, стрелков у нас хватает, поэтому едь. А жену мы оставляем, потому что заменить некем. Соответствующие службы в гостиницу, где разместились беженцы, высадились десантом. Необходимо решить сразу множество вопросов. Начиная от обмена денег, у кого они есть, и заканчивая трудоустройством. Большинство мамочек готовы работать. Тем более, что им пообещали организовать мини-детский сад. Очень хорошо у вас вообще. Такие люди хорошие. Все очень добродушные. Все деток-деточек. Отношения очень хорошие. У нас это редкость. Вопросы размещения тоже пока не сняты с повестки дня. Но женщины рады и тому, что уже есть. Огромное спасибо вам. Ну, мы будем встречаться периодически. Я не знаю, что мы делали, переживали, что не дай бог, там может в палатках будем спать, что как бы дети маленькие, чтобы не дай бог, они позаборели. А тут все, ну, как бы по нашим меркам, это, ну, как бы шикарно. Мобилизация ресурсов принимающей стороны прошла успешно, хотя у Чувашии пока не было опыта по приему и размещению больших групп беженцев. Приходится учиться на ходу. Что-то подсказывает, это не последняя партия. Елена Гальперина, Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков. Республика. Некоторые беженцы, приехавшие в Чувашию раньше, уже разместились. Кто-то у родственников, кто-то у добрых людей, которые не могут пройти мимо чужой беды. Наш корреспондент встретилась с женщиной, которая приняла у себя беженку с Украиной и со дня на день ждет ее семью. Елена Доманова родилась и выросла в Донбассе. В Россию переехала в 17 лет. Все, что происходит в соседней стране, для Елены личное горе. Ведь там остались родственники и друзья. Взять беженцев с Украины к себе в дом согласилась, не задумываясь. Говорит, что это простой человеческий поступок. И по-другому поступить она не могла. Пригласили, взяли. Это доктор. Я сейчас не хочу называть ее имени, потому что это опасно. У нее остались родные пока в Украине. Но мы ждем их тоже прибытия. Все нормально, мы живем. Но вот с работы немножко трудно. Нельзя без квот трудоустроить ее. Помимо трудоустройства, беженцы сталкиваются с рядом других проблем. Большинство переселенцев не успели захватить даже самые необходимые вещи. У многих на руках дети. Кто-то приехал с пожилыми родителями, которым нужен особый уход. Общество Красного Креста – первый пункт, куда обращаются наши собратья, вынужденные бежать из собственной страны. Одеваем их, выдаем продукты, бытовую химию. Ну, такие банальные вещи, которые необходимы каждый день. А берем это все, скажем так, люди приносят. Люди, организации, каждый по возможности. Кто-то чуть-чуть, кто-то побольше. Галина Германовна в отделении Красного Креста уже третий раз. Женщина всю жизнь проработала в садике. Говорит, что смотреть на детские слезы по телевизору больше невозможно. Поэтому решила помочь, чем может. У нас вещей полно. Детские, дети выросли, внуки уже выросли. Чистые вещи, хорошие, свои. Сейчас беженцам из Украины необходима любая помощь. И если у вас есть дома вещи, которые нужны переселенцам, или вы готовы помочь материально, смело обращайтесь в общество Красного Креста. Временный офис Красного Креста разместился по адресу. Город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 45, квартира 109. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. О других новостях. Итоги развития основных отраслей обсудили сегодня на совещании главы Чувашии с правительством республики. В целом показатели неплохие, однако отдельные направления требуют повышенного внимания. Сельское хозяйство демонстрирует рост практически по всем направлениям. По итогам первого полугодия примерно 102%. Не очень много, однако стоит помнить, что в последние несколько лет погода словно взялась наглядно доказывать. Чувашия находится в зоне рискованного земледелия. Несмотря на это, посевные площади удалось довести до 500 с лишним тысяч гектаров. Кроме того, Чувашия вошла и в число регионов ПФО, обеспечивших рост производства мяса. Теперь главная задача, чтобы местная продукция дошла до потребителя. И здесь надо вести планомерную работу с торгующими организациями. В первую очередь с представителями крупных сетей. Договоренности у нас определенно есть. По шагу идем. Кое-что мы сделали, но надо еще много сделать для того, чтобы поддержать наших сельхозтоваропроизводителей и личное ботсовное хозяйство через соответствующие организации, где они объединяются, для того, чтобы лоббировать свои интересы и представлять продукт потребителям. Промышленность республики тоже показывает динамику, однако ситуация в отрасли неоднозначная. На фоне обрабатывающих производств, где рост доходит до 105%, пищевая промышленность, производство изделий из резины и кожи, машиностроение и химическое производство выглядят грустно. И если у последних двух есть объективные поводы, то с остальными непонятно. Михаил Игнатьев потребовал от профильных министерств строже контролировать ситуацию. В первую очередь выяснить причину спада и принять меры. Елена Галиперина и Сергей Рябчиков. Республика. Подвели на еженедельном совещании итоги поездки чувашских аграриев на Приволжский день поля, который проходил в Оренбургской области. На несколько дней туда приехали более полутора тысяч специалистов из 14 регионов. В этом году окружной форум действительно пользовался большой популярностью. На выставке презентовали около 200 видов новейшего оборудования. Какие технологии приходят на вооружение аграриев и как будет дальше развиваться отрасль. Об этом эксперты и чиновники говорили на совещании под руководством федерального министра. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Презентовать свои разработки и на других поближе посмотреть. Выставка техники на окружном форуме «День поля» ничем не уступала международным автосалонам. Здесь повсюду современные модели, причем большинство павильонов были заняты российскими производителями. Этот агрегат сошел с конвейера недавно. Машина в считанные секунды заворачивает рулон из сена в прочную пленку. К такой упаковке собранный урожай сохраняет полезные вещества. На другой экспозиции аграриям демонстрируют возможности универсального опрыскивателя. Эта установка уже прошла боевое крещение на полях. На данной площадке появляется возможность не только посмотреть технику, как она стоит на асфальте, а полевых условиях испробовать, испытать не только сами трактора, но и плачевообрабатывающую технику, пассивную технику. Это очень важно, ибо природно-климатические условия у регионов, они разные, и каждый регион имеет свои особенности. Пока аграрии присматриваются к российским инновациям, производители сельхозтехники пытаются максимально снизить цены. Конкурентов на этом рынке у России немало. К примеру, трактора малой мощности из Белоруссии потребителям сейчас обходится дешевле на 100 тысяч. Зачастую приходится работать себе в убыток и делать большие скидки покупателям. Но на Чебоксарском заводе пошли и по другому пути. Машины здесь переоборудуют на более экономичный вид топлива. Трактор на метане, на газомоторном топливе. У нас подписаны все соглашения с «Газпром» газомоторного топлива, где мы будем активно, начиная с сентября месяца, реализовывать эту программу по российской федерации. Поддержка тех, кто производит трактора, комбайны и почвообрабатывающие агрегаты, сейчас выходит на первый план. Но дотации дождутся не все. Правительство анализирует, какая техника действительно необходима аграриям. Предложений множество, хотя большинство заводов в стране выпускают однотипную продукцию. И надо сегодня действительно на государственном уровне понять, сравнить и технические характеристики, и ресурсы этой техники, и гарантийные обязательства, и ценовые показатели, и уже определиться, соответственно, какую технику поддерживать за счет лизинговых компаний, за счет бюджетных кредитов. Дотации из бюджета ждут и производители мяса. Аграрии говорят, что сейчас его не хватает катастрофически. Но в то же время в регионах заметно увеличилось количество колхозов, где выращивают только местные породы животных. На выставке в Оренбурге своих питомцев презентовали племенные хозяйства. В стране сейчас хорошо приживаются казацкие белоголовые и гирефордские быки. Аграрии даже разработали специальную технологию по достижению лучшего качества мяса. Чтобы удешевить стоимость этого мяса, мы в конце апреля и до ноября месяца пасем их содержим на летних пастбищах, то есть на бесплатном корме. И получаем хорошего качества мяса. О том, как будет развиваться российский агропром дальше, главы регионов обсуждали на совещании, которое провел министр сельского хозяйства. Проблемных вопросов накопилось множество. В ряде регионов средства, которые выделяются на поддержку крестьян, до них доводятся не в полном объеме. В Чуваше испытывают недостаток транше из федерального бюджета для субсидирования процентных ставок. Уменьшился объем получения кредитных ресурсов с сельского производителями. И поэтому это, считаю, что основная проблема. Есть предложения сегодня по корректировке методик по предоставлению инвестиционных кредитов. Есть сегодня отрасли, которые вышли уже на самообеспеченность. Там птицеводство, свиноводство. Есть отрасли, которые надо поддержать в большем объеме. Окружной форум «День поля» для многих завершился подписанием контрактов. Современной техникой здесь заинтересовались и ограли и чувашие. Уже этим летом приобретенные агрегаты выйдут на уборочную страду. Завершить ее с минимальными потерями и в срок – главная задача для всех. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика из Олимпургской области. Из западного Китая в Европу по современной трассе. В России начинают формировать новый транспортный маршрут, который пройдет и по территории Чувашии. Проблемные вопросы обсудили в Олимпурге на совещании с министром транспорта и полномочным представителем президента России в ПФО. Транзитный коридор со странами Азиатского и Тихоокеанского региона был востребован всегда. Только за счет экспорта транспортных услуг Россия получила более 12 миллиардов рублей. Такие доходы в экономику не приносит даже угольная промышленность. Но потенциал у этого направления огромен, сейчас же он используется лишь на 10%. Хотя поток транзитных грузов увеличивается, это является большим поспорьем для развития российских регионов. Протяженность трассы Западной Китая Европа превысит 2000 километров. Она пройдет по территории двух округов, вплоть до Санкт-Петербурга. Во многих субъектах, которые вошли в эти границы, необходимо реконструировать дороги, а на некоторых участках планируют добавить по несколько полос. В Чувашии протяженность транспортного коридора составит 195 километров. В республике уже сейчас планируют соединить федеральную трассу с новообъездной дорогой. Ее проложат в обход поселка Кугеси. В результате это должно разгрузить движение и избавить автомобилистов от больших пробок. Но это поможет привлечь и дополнительные средства в бюджет. Все возмущения, которые у нас есть, когда пробки там 3-4 километровые, в перспективе будут разрешены. И тем самым улучшится настроение водителей и пассажиров. На всем протяжении этого участка мы за счет платных дорог, за счет обработки этих грузов, формирования логистики транспортных потоков, сможем получить и дополнительные бюджетные средства, непосредственно за счет платности по грузовикам, перевозящим более 12 тонн грузов, и за счет работы бизнеса в части логистических комплексов и обработки этих грузов. В субъектах федерации вновь обсуждают возможные модели организации местного самоуправления. Этому есть причина. Государственная Дума России приняла поправки в закон о местном самоуправлении. В столице Чуваши об этом говорили на заседании общественного совета. Поправки расширяют полномочия регионов в части определения модели формирования системы органов местного самоуправления на своих территориях. Руководитель аппарата Чебоксарского городского собрания Анна Казанцева напомнила присутствующим, что чебоксары за несколько десятилетий опробовали несколько систем самоуправления. До недавнего времени было предусмотрено три модели организации власти на местах для городских округов. Последними изменениями предусмотрена еще одна на уровне внутригородских районов. Если они есть, можно вновь формировать свои депутатские корпуса, и тогда муниципальные внутригородские районы будут наделены своими исключительными полномочиями по решению вопросов местного значения, такими как формирование и исполнение бюджета, установление и отмена местных налогов и сборов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, утверждение правил благоустройства территории района и другие. Это же у нас город-то не сильно большой, вот, наверное, вот крупных мегаполисов, Москва, Петербург, наверное, и, значит, в городах, и, значит, может быть, даже Самара, ну, крупные города, Нижний Новгород, это было бы оправданно. По такому варианту столица жила совсем недавно. И это хорошо помнит председатель общественного совета при главе города чебоксары Анатолий Игумнов, тоже долгое время руководивший столицей. Мы уже проходили это, если вы помните, чтобы получить там 50 тысяч, чтобы дать врачам, надо, чтобы произошло заседание депутатов в одном из районов, они дают добро главе района, а тот соизволит дать деньги городской администрации. В сложных экономических условиях объединение депутатских корпусов города и районов, а также консолидация бюджетов позволили городу не только бесперебойно функционировать, но даже развиваться, строить важные социальные объекты, такие как дорога к храму, транспортную развязку по улице энтузиастов, детский медицинский центр. Сейчас ситуация другая, и нет смысла перекраивать уже работающую схему. Члены общественного совета и участники встречи выразили общую позицию по сохранению существующей системы формирования органов местного самоуправления, в том числе порядка формирования и исполнения консолидированного бюджета города Чебоксары. На улице композиторов Воробьевых началась реконструкция. Она будет проходить в два этапа. На первом отремонтируют участок дороги от улицы Ярославской до Карла Маркса. Необходимо перенести кабельные линии, газопровод, канализацию и водопровод. Эта дорога построена еще в 62-м году. Последний ремонт был в 2007-м. Цель реконструкции – максимально увеличить пропускную способность улицы. В результате дорога станет пятиполосной шириной 17,5 метров. Некоторые виды работ будут проводить в ночное время, чтобы к 6 часам утра открывать движение и причинять как можно меньше неудобств автомобилистам. В настоящий момент основной трудностью – это будет время. То есть у нас очень ограниченный срок. Если в плановом режиме работать, то нужно 4 месяца. Мы берем на себя обязательство до 20 сентября закончить реконструкцию данной улицы. Гарантия есть? Гарантия 5 лет. Возможно, ремонтные работы повлияют на скоростной режим. Именно превышение скорости. Некоторые называют одной из причин аварии, которая произошла в ночь на понедельник. У дома 8, дробь 34 по улице композиторов Воробьевых, иномарка с тамбовскими номерами влетела в жилой дом. Предварительно водитель Лифан не справился с управлением, в результате чего кроссовер вылетел с дороги и врезался в жилой дом. От удара водитель 1986 года рождения погиб на месте аварии. Его пассажира с травмами доставили в больницу. Наверняка многие жители столицы заметили, что по водной глади залива плавают необычные лодки. В Чебоксарах открылась секция по гребле на байдарках и каноэ. Наряду с плаванием это один из самых тяжелых циклических видов, так как в нем работают почти все мышцы тела атлета. Как юные спортсмены обучаются гребле на байдарках и каноэ, узнала наша съемочная группа. Грести на байдарках и каноэ надо на гладкой воде. На каноэ стоят на одном колене, весло с одной лопастью, гребут лицом вперед. А на байдарках гребут сидя, двулопастными веслами по направлению движения. Гребной спорт развивает в спортсмене силу, выносливость и волю к победе. Чебоксарский залив – самое удобное место для тренировок. Нет течения и больших волн. И дистанция необходимая. Один из самых очевидных плюсов гребли – большая часть тренировки проходит на водоемах. Сложность в том, что мы всегда на открытом воздухе. То есть мы всегда находимся в стихии воды, стихии ветра. Мы один на один с природой. Но в то же время это дает преимущество перед другими видами спорта. То есть дети, которые у нас занимаются, это самый важный гигиенический фактор. Это воздействие воды, солнца, свежего воздуха. То есть они закаленные, редко болеют. Всего в секции 45 детей. Тренировки проходят круглый год на басе «Дю США Энергия». Летом на воде, на территории залива. Зимой на лыжах, осенью в зале и на лыжероллерах. Гребля на байдарках и каное – олимпийский вид спорта. В Чувашии он развивается с 96-го года. Тренер считает, что у его воспитанников большое будущее. Ребята показывают хорошие результаты на всероссийском уровне. Последние соревнования по гребле на байдарках и каное проходили в Десногорске и Пушкино. Девочки заняли весь пьедестал почета. У меня первая была тренировка на учебных вот таких где-то байдарках. Мне, конечно, было страшно, но я была бесплатна, чтобы быстрее привыкнуть, чтобы все-таки к балансу немного привыкла. Я не помню, из-за чего я сюда пришла, но я помню, как я первый раз села в лодку, и Альс Анатольевич меня держал за корму. Я тогда чуть не перевернулась, и он меня держал. Но я не перевернулась. Сейчас спортсмены выехали на чемпионат Саратовской области по гребле на байдарках и каное в город Энгельс. Тренер надеется, что и оттуда гребцы привезут награды. А те, кому стал интересен этот вид спорта, может прийти в спортивную школу «Энергия». Анастасия Лангина, Антон Вовк, Республика. Если занятия греблей на байдарках и каное в нашей республике только набирают обороты, то маунтинбайк имеет давние традиции. В столице Чувашии стартовал чемпионат и первенство России по велоспорту маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Основные претенденты на медали – это воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 7 имени Валерия Ерды. В стартах приняли участие 327 спортсменов из 22 регионов страны. Сильнейшие велогонщики боролись за 10 комплектов медалей в 5 возрастных группах. Одним из организаторов гонки кросс-кантри с выбыванием выступила специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 по велосипедному спорту имени Ерды. Решили проводить эти мероприятия у нас в Боксарах. Это уже связано с тем, что у нас все-таки спортсмены высокого класса, особенно женщины. 17 человек, учащихся нашей школы, входят в кандидаты сборной команды России по маунтинбайку. Чемпионка недавно прошедшего в Москве престижного международного турнира Кубок Этеры Ирина Калентьева пополнила свою копилку очередной медалью высшей пробы. С большим преимуществом опередив соперников на дистанции. Для Ирины Калентьевой, воспитанницы Чебоксарской школы имени Ерды, победа на чемпионате страны стала 11-й в ее спортивной жизни. А завершить свою блестящую карьеру наша прославленная спортсменка планирует на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Я думаю, тяжелее выступать где-то за рубежом, потому что если я несколько раз уже прочувствовала, что на родной земле это все равно. Если даже ты уставшая во время гонки, не едется и так далее, все равно вот эта мотивация, что у тебя родные здесь стоят, родители стоят, она как бы все равно дает силу. Я думаю, здесь намного, конечно, лучше. Надеемся, на будущих Олимпийских играх в Лондоне наши девочки займут хорошие призовые места. Для этого у нас есть все возможности. Сейчас по федеральной программе на федеральные деньги у нас строится Чебоксарь единственной стране, вообще единственной стране впервые, центр развития маутенбайка. То есть получается такая возможность появляется еще готовить больше выдающихся спортсменов. Кстати, по итогам первенства России, сильнейшие спортсмены в составе сборной страны будут защищать цвета российского флага на чемпионате мира в Норвегии. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашей. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин